Наша первая задача на сегодняшний день выполнять теорию для любого дельта и для любого существует такой код, исправляющий ошибки давайте это переменуем в каунус раньше, если бы буквы каунус начался близкие коды будут ка и ка ну, первая задача ка 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 Исправляющий дикатирование списка, разведена и порядка денежного для контраста, исправляющий дельта Н, ну не так, 1,2 минус дельта Н пошло. И алгоритмы декодирования и декодирования при нём. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, кажется, всё правильно. Сейчас. Вернитесь, что для этого подошёл до ухода Дамара, для того, что он Н может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, у нас алгоритм негативный список будет затерминированный. Верон Cartham. В ходе Адамара проблема в том, что мы считаем параметром вычислений, длину того, что мы котируем, или длину того, что мы котируем. Здесь такой проблемой, но все. И можно считать, что вот эти алгоритмы котирования и декодирования, они равномерно вычислимы. То есть по карьеру, по рациональному металлу, и кот вычисляется от 200 и декодирующий список. Полезно иметь в виду конструкцию, которая у нас будет. Конструкция будет как детенация кода Адамара и Эльцинома. Но в принципе, сама эта теорема, так вот, черный ящик у разных конструкций используется. Полезно помнить, что такое вот я не имею. Чтобы доказать эту теорему, нам надо сначала научиться декодировать списком Рейда Соломона с некоторыми более общими допущениями. Допущим. Вы хорошо, давай сначала я честно скажу, как будет устроен вот этот. Это будет конкатенация, декодирующий списком код. Это конкатенация Рейда Соломона и Адамара. Рейда Соломона и Адамара. Декодировать многочлены степени некоторой доли Эпсила умножить на количество точек в ходе. И вычислять значение этого назначения во всяком случае. Значит, мы можем у нас создать контактное назначение длина кодированного скоба на 1 Эпсиле на 2 степени Эль. Длина кодированного скоба на 1 Эпсиле на 2 Эпсиле на 3 В. Это просто код в степени Эль. И это состояние, оно будет примерно, длина кодового скоба минус К, это примерно 1 Эпсиле на 3 В. Внутренний код, кододобарный, мы будем переработать строчки из 0 единицы длины 1, строчки из 0 единицы длины 2 степени. Кододок устроен так. Если у нас есть набор битов C0, C1, C2, C1, C1, C1. Мы рассматриваем полилинейную функцию. Вот такая функция от иль-перемена пикселя. И рассматриваем грань этой функции. То есть ее значение во всех ключах. Ну понятно, что значение будет как раз 2 степени речи. Иногда кодом отомара называют эту же вещь, плюс еще свободные коэффициенты с фаброчкой ценой. Но нам будет удобнее брать в нотальпицы. Так, здесь параметры мы все совсем просто. Длина кодированного сообщения это 1. Длина кодового слова это 2 степени. И расстояние оно ровно половина длины кодового слова. Если мы берем две разные полилинейные функции, то они отличаются ровно половиной. Из всего этого мы это заключаем, что у нас получается код, у которого длина кодированного сообщения, это будет 1. Длина кодового слова это 2 степени е на 2 степени е, то есть 2 степени е. И кодовое расстояние это произведение D1-D2, то есть примерно 1 степени была на 1 область. То есть когда у нас x будет маленькая, то кодовое расстояние будет очень близко к кодовому. И мы хотим научиться декодировать этот код на расстоянии, вот блин этого нашли степени к 1-2. Мы его будем декодировать примерно на расстояние 1-2 минус, минус 0. И мы будем декодировать страницем. Ну и 0.1 степени е. Декодающий степенье 0.1-0.1-0.1-0.1-0.2-0.19 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Довольно просто. Можно перебрать все потенциальные проугрузы, посмотреть какие-то кодовые слова, перебрать их. И для каждого кодового слова посмотреть, насколько присланный нам блок отличается от конкретного кодового са. Для каждого из кодового с первого на два степени ездить мы делаем. Мы перебираем все кодовые слова для Атамара и вычисляем расстояние от данного флока до житого кодового слова от Атамара. Будняя большая хитрость, надо договориться, какими нам будем считать расстояния. Давайте считать, что Атамара – это число совпадимых китом в блоке кодового слова нашего и китом в кодовом слове кодового слова. У нас имеются разные кодовые слова в кодовом слове дома. Число совпадения минус число отличия. Непонятно пока причинам, зачем нам нужна матрица. Нет, почему? А, матрица, матрица. У вас получается, что матрица, а или… Да, да. Мы не хотим простому для каждого блока выбрать ближайшее. А зачем мы хотим сначала какую-то матрицу? Да. Ну, не очевидно, что надо брать именно ближайшее. У нас, может, из-за ошибок у нас в некоторых буквах, скажем, может быть, очень сильно. Понятно. Хитрость наибудь в том, чтобы берем не ближайшее. И еще одна совсем детская хитрость. Давайте выбросим из этого списка те айти, которые, как раз, уменьшили. Число отличий больше числа совпадений. Это как-то совсем неплохо. Давайте давайте такие кодовые слова… Давайте вот такие кодовые слова выкинем и не будем понимать посмотреть. Теперь нам придется вспомнить, что у нас было в прошлый раз. Мы теперь будем декодировать списком внешних кодов, то есть предусловно. И мы будем искать такие кодовые слова для Игоря Соломова, то есть такие многочлены, которые проходят через достаточно много кодовых слов, соответствующих большим аюшам. Давайте расскажем мы его. Мы будем сопоставлять пари Хитро и Житро без А и Житро. Хитро и Житро – это остатки по модулю… А здравствуйте, не остаток, а здравствуйте. Это элементы нашего конечного поля из 2 стекла. И мы пари Хитро и Житро приписываем данный вес. Если Итый блок декодированным сообщений на расстоянии А и Житро близок к Житому кодовому слову. Кстати, это содержимое блока и кодовое слово? Да. Ага. Да. И мы хотим найти… Мы хотим найти многочлен B, как его можно назвать? Что такое? Что такое? Ну, давайте вот… Так, обозначим переценток. B0, P1… P… A… B… B вот такой… Шахтинг… Исфилиция на X стекла 1 – минус 1… Который проходит через точки Иксито или Житро… А, Иксито у нас есть в режиме блока? В нем 2 в степени эльбитов. Как мы тогда элемент полюса поставили какое-то неисчитание? Иксито? Ну, тут 2 в степени эльбитов. Но у нас элемент полюса, знаете, как раз… Эльбит… Нет… Эльбит… Это не вещь, конечно, к Иксито еще. Иксито-Т… Иксито-Т… А, я не правильно сказал. Да, и я просто прощаюсь, не сказал, что это 2 в степени эльбитов, это было мало. То есть у нас Иксито равно как Иксито, они элементы поля. Они и то, и другое задаются именно Эльбитами. То есть Иксито – это номер блока. То есть Эльбит. А Иксито – это номер в ходе атома. То есть тоже… А, номер в ходе атома. Номер в ходе атома. Да, да, да. Иксито. Иксито. Не опрос. Так вот, мы хотим найти новые члены, которые… Сейчас, тогда там, наверное, А, Иксито – это номер в формате. Где? Тогда, представляете, это, наверное, А, Иксито – Ж, а не А, И… Иксито. Иксито – это номер блока? Да. Давайте. Иксито. Мне не нравятся такие тройные нюксы. Давайте считать, что наше поле состоит из элементов Первый компонент указывает нам то, что кодируется. Это последний из нулей ДНР. Это разные варианты, которые может иметь каждый друг. Нет, это не то, что записано в нашем блоге. Нет, а что тогда? Это действительно формально номер блога. Хорошо, это номер блога. А тогда итрек, что могло бы там быть записано? Правильно? А Y, нет, X и D это номер блога. Номер блога. А Y это L битов, задающий подобное слово. То есть формальный элемент блога, то есть двоечной записи как ли? Да. Так зачем мы тогда вообще пишем X, Y, G? Вот X указывает номер блога. Давайте, давайте. А Y это возможность содержимого блога. Да, вот так давайте напишем. А вот так получается. А A от X, Y это в некотором смысле расстояние между итрек блоком и Y, которым образом Y укладывается. Да, тут надо понять, где расстояние. Значит, на самом деле, между тем, между кодом X-того блока и кодом слова Y. Между тем, что нам прислали вместо X-того блока и тем, что могло быть, и тем, что Атамар поставляет Y. Да. Вот теперь это понятно. Так, что-то разъяснение. Смотри, что будет. Сейчас. Ну, давайте попытаемся. А просто мы вот, когда мы раньше обозначали A и Y, мы зачем-то перенумеровали все X и Y, мы не использовали их номера. Да. Мы имеем право, когда хочется так. Так вот, мы хотим найти такой надачный терминчат B, список таких надачных B, которые проходят через точки X и Y с большим суммарным весом A и Y. Не обязательно через все, а через некоторое. Да, через некоторое. Мы хотим, чтобы сумма тех A и Y, через которые над решением пройдет, была достаточно большой. Поехали как там? Какой из этого? Ну, так пока не очень понятно. Сейчас нужно будет это уточнить. Ну, я думаю, что вот этот параметр я здесь сохраню, а вот что-то говорится вам о том, что кальтомар можно стереть. Давайте надеюсь, что это будет ничем не обязан. Вот у нас вот такие точки на густости. Каждые точки сопоставлены некоторым вес альцин. Мы ищем многочлен, который проходит через довольно много этих точек, так чтобы у них в совокупности был довольно большой вес. Вот теперь нужно сделать некоторые усилия и вспомнить, чему мы начались просто раз. Мы по заданному набору весов альцин и набору точек строили сначала некоторым многочленом у, потом из этого многочленом у выделяли делители и таким образом мы умеем находить V от X. Такие что сумма AXY по всем таким парам XY, что Y, один парам X. Вот эта сумма больше, чем A. Где в параметре A мы выбирали так. A в квадрат, насколько я помню, у нас должно было бы быть больше, чем H умножить на такую сумму. сумма по всем XY или по всем Y, 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 Y. Теперь нужно проявить некоторое усилие и напрячь в память. Было ли у нас такое? Осторожно. А их жители для всяких вещей у нас обозначались одной, у нас была буквы N. В этой старшей точке недели назад были N. Нет, потом вообще не доказывают для разных весов. Да, я вас предупреждал, что веса могут быть разные, хотя недель назад это выгляделось. Мы так построили многочлен Q, у которого была модифицирована степень A. Какая-то была A, что ли? И размеры из пространств всех этих нагреченов была A квадрат разделить на 2K, по-моему. А, ну вот Ак пополам. А разделить на Ак пополам. Это больше треугольник. И нужно было, чтобы эта размера была больше, чем количества ограничений. А количественные метры ограничения было бы на красоту. Ну, формально здесь как-то непонятно. Сейчас объясню, почему. Ведь это вообще верно для любого A. Верно, что если мы выберем вот такое A. Любое. Если мы выберем A с таким свойством. Даже очень большое. Даже очень большое. То у нас будет алгоритм, который находят все обращения с таким свойством. И алгоритм поиска таких B будет работать за время преномиального всех параметров, которые уже были. И будет еще раз. Вау. Сейчас может и не быть, конечно. Да. Главный шум. Да. Да. Ну, можно сказать, находить все. Такие B от X отличных. Так что нам сейчас нужно будет выбрать A как можно меньше, чтобы вот это условие выполнялось. И тогда мы это успеем и мы сможем быстро пускать себя на сегодняшний план. Ну, а как бы, чтобы еще и наш мугащен был. А в правой судьбе сколько слага будет? Два в степени двое. Да. Вот здесь. Да. Два в степени этой. Да. Наш мугащен должен быть среди них. А что? Да. Да, да. Предлагайте такой план. Ну, поскольку A и ЖИК мы уже выбрали, сейчас надо будет прикинуть, какой A можно взять A, а потом посмотреть, что значит, что Магачевый адекс проходит через точки суммарного веса больше, чем A. Ну, ясно, что это означает, что в некотором смысле близок к исходному модуному слову. Поэтому у него значения во многих точках поля довольно близки к тому, что у нас написано в исходном модуном условии. А вот что точно это значит, мы и выясним, когда у нас будет конкретное значение. Ну, хорошо. Значит, сейчас у нас наша текущая цель подобрать самое маленькое A, какой только возможно, чтобы вот этот условие выполнилось. Мы вычисляем, оцениваем, как сумма по всем И и ЖИК, которые в 2 в степени И это равно И, в 2 в степени И равно ЖИК, а И Ж и в 2 разе плюс А и ЖИК. Мне это нужно оценить сверху. Я могу написать, что это не больше, чем нечто. Не буду, мне это максимум оценить. А потом этот максимум я и поставлю вместо А. К. Какое у меня К? Ну, что же я не скажу про А. К это сумма А и ЖИК, А и ЖИК в квадрате. Давайте пока ставим плюс. Сумма по всем И, ЖИК, А и ЖИК. Это надо как-то оценить. Каждое А и ЖИТ. Какое вообще самое большое значение у А и ЖИТ, которое какое-то тут может быть? Если у нас вообще все точки совпадают. 2 в степени И. 2 в степени И. То есть получается 2 в степени И равных. 2 в степени И максимальное значение И решилики, 2 в степени И равных И, 2 в степени И равных ЖИК. Получается 2 в степени И. 3 в степени И. Так. Теперь надо оценить сумму квадрата А и ЖИК. Я предлагаю это заменить на сумму НИ, а потом сумму Вашей. Сначала сумму И по номеру Ока. Потом НИТРИ, позже по всех одвух словам А Дамара А еще квадраты. И не забыть двадцать дней в тре. и вот эту вещь надо сейчас будет оценка сверху если бы я не выкидывал все полиции, которые меньше нуля то сейчас было бы не меньше или равно а в точности было право я хочу сейчас заменить сумму на то что бы здесь было если бы у меня здесь были бы а и жид, я всех абсолютно не знаю для этого надо грамотно применить теоретику технологии чтобы существовало такое а и жид можно себе это представлять так каждое кодовое слово в коде Адамара можно записывать не нулями и единицами а плюсы и минусы тогда это получается это система из 2 в степени L ортогональных векторов которые образуют пальцы что их 2 в степени L и размер пространства размяться тоже 2 в степени L что такое ортогональный пальцы а а и жид это скалярное произведение и этого блока и жидого базисного то есть то что здесь написано это это почти сумма квадратных тратиков это сумма квадратов проекции нашего вектора на ужитый базисный вектор в квадрате да значит из-за того что у нас базисный вектор не единичный а у него сумма квадратных координат 2 в степени L все координаты плюс или минус единицы и 2 в степени L значит здесь уменьшается не длина либо динусок в квадрате а длина либо динусок в квадрате он может на 2 в степени L 2 в степени L 2 в степени L да вроде бы получается 2 в степени L и надо еще просуммировать по всем L получается еще 2 в степени L откуда вы это делаете еще 2 в степени L сам вектор который мы проектируем имеет L а и умножается на 2 в степени L и давайте я это напишу проверим имеющийся дан все это ответ давайте еще раз проверим правильно а и житое, это житый коэффициент от скалярного произведения вектора, которые вовсюду стоят плюс и минус единицы, на житый баллиц на веке. Квадрат длины житого баллицного вектора 2 в степени L, квадрат длины самого нашего вектора тоже 2 в степени L. Вроде все правильно. 2 степени L век получается внутри суммы и 2 степени L. Скажи, пожалуйста, вот то, что было в прошлый раз, там можно вот эти а и жи выбирать что-либо произвольным образом? Да, их можно выбирать произвольным образом. И вот, чего мы в прошлый раз не делали, у нас не было на одной, для одного икса у нас не было разных ключ. Но в принципе никто нам запрещает это теперь делать. У нас теперь наш монтаж век век виталия. Может быть, 2-3 мм. Сейчас. А пока мы не использовали по существу, что аймолития больше нуля или использовали? Ну что, мне кажется, мы поняли, какой надо выбирать А, у нас А будет квадратный корень, и вот и закрышь. Верния. Полинец 2 есила. Верния. 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 Если протестов нет, то оно признанно правильным. Протесты? Теперь мы можем понять, какие именно многочлены ПАТХ мы найдем. Мы находим ПАТХ такое, что сумма по всем блокам, количество отличий ПАТХ соответствующему неискаженному ПАТХ и имеющемуся у нас кодовому слову, представляется по этому правилу. Сумма по всем Х, число отличий минус, наоборот, число совпадений, минус число отличий, больше чем А, которое было такое. То есть если я возьму многочлен ПАТХ и его значение в каждой точке закатирую с помощью кода Адамара, я могу это сравнить с моим исходным сообщением, исходным кодом слов. И вот расхождение между правильным кодовым словом и искаженным кодовым словом, это просто такая суть. Значит, если я просуммирую это по всем Х, то получается число всех совпадений минус, по всем кодовому слову, длины 2 степени 2, минус число всех отличий. Больше чем А. Давайте число всех отличий назовем 1,2 минус дельта на длину кодовому слову. А число совпадений, соответственно, 1,2 плюс дельта на длину кодовому слову. Число отличий это и есть, это самое, сколько ошибок. Да, да, сколько мы сравняем. Получается, что... Дельта на длину кодовому слову. Дельта на длину кодовому слову. Да, получается, что 2, 2, 3, 3, 3, 5, должно быть... Больше корень из 2. Да, получается, какая-то на мунифрустном меняется получается. Меня это пугает. Да, все нормально. Это значит, прошло. Это должно быть хуже, чем А, которая на корень из Эль на два степени. Как-то мне это не нравится. А под корень из Эль как-то? Да. Ни к силу не творится. Да, не должно быть. Да, не должно быть. Потому что Эль как раз есть два степени А, это правильно. Да, да, да. Если бы у меня здесь не был год в Порне, а был бы настоящий Эль на два степени А, то тогда получилось то, что Дельта больше, чем корень из Эль, что-то было, и предстоящее единице тогда должно быть, потому что у нас там просто два. Сейчас. Ну, чтобы так получилось, то мы будем вообще тренировать. Да, 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 да. Что же мы с этим делаем? Потому что у нас длина кодового слова во всех недвое есть, как раз. Вот это ТН. Да. Да, непонятно, что делать. Видно? Ну, извиняю, о том, какие-то не вычисления. Сейчас руку стану. А что не пойдет? Да, вот в этом месте я очень хочу сократить на Эль и сказать, что Дельта больше, чем корень из Эль. Может быть, там не Х1, а квадрат больше Х1, но, что? Правильно. Правильно, что есть? Ну, что-то К1. Нет, стоп-стоп-стоп. Там, как бы.. По-моему, все равно это слово. Нет, все, что здесь написано относится к моду Рикослама. Да, да, Рабин не получится, как раз. Да, да, правильно говорите. А почему у нас Рабин Х1? Эпсул на 1, как раз ты за это тоже самое. Да. Да. Да, ну вот давайте все-таки я вот эти кусочки восстанавливаю правильное вычисление, где у нас по ошибке возникла эта самая ряда. Да, спасибо. Там объяснялось вот что в этом вычислении. Когда мы вычисляли А2, мы вычисляли А1 на сумму А2, а если А2, то есть А2. И мы это оценивали, это не было ни больше, чем А1 на 2 в степени 3L для суммы А и Ж, плюс еще раз 2 в степени 3L для суммы А и Ж в квадрате, А К1 это было, К1 это было Эфилон на 2 в степени 4L. Сейчас, объясните, что такое К1? У нас есть композиция двух кодов, да? Что такое К1? К1 это размерность пространства кодовых слов, кода ряда салона. Внешне, да. Внешне. Внешне. Так она же кроссейна 20L, вот у нас написано, на Эфилон. Нет, она просто Эфилон на 2 в степени. Эфилон на 2 в степени. Ага, да, потому что там 1 выходит из этого самого мощности алфавита просто. Ага, А1 на Эфилон на 2 в степени. Значит, это будет в прошлом. А блин. Я использую своих афилон на 2 в степени. А я же не использую. А где? У меня есть предположение, что это место еще в туске не стердится. Что надо мешать формально считать, что они отрицательны, ведь все равно число воспалительное, число отличие. Так, мне казалось, что это место, я сейчас перестал понимать, зачем они здесь используются. Нет, никак не понимаю. Нет, не граждане. Может быть, размер списка? Нет. Нет, про размер списка можно вообще ничего не говорить. А, да, прошу прощения, нет, здесь мы этого не используем. Нет, а вообще, вот, когда мы что-то в прошлый раз доказывали, там же веса не отрицательные. Чёрный ящик используют, нет? Да, в прошлый раз, когда мы говорили про веса точек, это, соответственно, что мы, это дополнительные условия, там многочлены. То есть, это говорилось, что вот некоторая точка является нулём многочленом пула с данной градусом. Ну, градусом, ну вот, градусом, да. А когда мы оценивали это сверху, не страшно было, что мы отрицательные веса обнулили. Да. Вот. Это, это, это мы будем делать. Потому что, вот то, что в квадрате, оно даже с отрицательными там всё хорошо было, а то, что без квадрата, мы там всё равно очень грубо оценили максимум. Да. Значит, таким образом мы научились строить код, который в поведенном раз увеличивает, раздобрает сообщение, когда превращает его в кодовое слово. Расстояние бывает близко к одной стороны. и декапировать мы умеем на расстоянии трето в варианте 1,2 минус корень Эпси. 1,2 минус корень Эпси. 1,2 минус корень Эпси. То есть, чем меньше Эпси, тем у нас меньше кодовых слов, но тем и лучше это самое. Поэтому это и документ, когда больше ошиблись, правда. Здесь, когда-то в самом начале было написано «Дельт», там было «Дельт». Вот, да. Тот обозначение в девятом уровне с удовольствием. Именно тот дельт, который мы умеем декапировать, мы умеем находить кодовые слова на расстоянии 1,2 минус этого, именно в этом смысл. Где «Дельт» порядок корня Эпси. Он в кодовое расстояние, где он из-за чего попал. Но заметьте, что теорему мы пока еще не доказали. Мы научились находить список кодовых слов, но мы не научились оценивать его размеры. То есть мы объяснили, как… У нас есть алгоритм, где котировали алгоритм, где котировали алгоритм, где котировали. И, в общем, даже можно от этого пытаться получить некоторую круглую оценку на размер списка. Но она будет там слишком грубой. Вот из наших впечатлений можно извлечь на поле лениваться на размер списка. На коду можно выяснить? Ну, можно… В прошлый раз мы выясняли, что количество многочленов П не больше, чем А разделить на А. То есть можно вот это А разделить и соображать на А. Соображение степени у вас получилось, да? Да. А разделить на К1. Вот вот эта вещь надо разделить на К1, который у нас примерно 20 дней. Как у нас получается? Да, получается. Ну, на вкусе примерно, так, не е, не е, не е, не е на поле. Но это все равно хуже, чем то, что мы хотим, мы берем на констатах. В порядке 1 на 2. Ну, вот это последнее, не последнее, что нам осталось сделать. Это вот совершенно отдельный факт, который не имеет отношения к коду вида Соломона и к конкатенации этой конникальной полосы. Наблюдение из геони. Я предлагаю смотреть на это в последний раз, все встретить, и доказать отдельную геологическую. Сейчас. У нас время работы алгоритмов, полинамиальные по A. Полинамиальные по 20 минуту, все-таки. По 20 минуту, да. И все, и большую причину. Ну, и, если хотите, по A, если хотите, по A, если хотите, по A. А вот я уже забыл. Когда мы вот считаем, в этой сумме, по A, число спадений, число отличий, больше A. У нас и отрицательные там вообще слагаемые могут быть. Да. Вполне возможно, что в некотором блоке отличие большим спадений. А, нет. Ну, все равно, наверное, если это сумма больше, чем A, то сумма квадратная больше, чем A в квадратной. Просто пытаюсь понять, почему их мало. Какие-то многочлены. Ну, почему сейчас так? А, ну, в терминах многочленов, можно сказать так. Мы находили многочлен Q от X и Y от двух времен, у которого в степени, в некотором смысле, не превосходит A. В модифицированном смысле, где переменная Y считается с весом K. А каждый многочлен Q от X находился, примерно Y, думаешь, Q от X, был делителем того многочлена. Но у многочлена в степени A не может быть больше, то есть не может быть слишком много делителей. Каждый делитель имеет вес K, степень K, потому что это Y. Значит, всего их не больше, чем A в квадратной. Не прошло, Пусть у нас имеется вот такой набор битвых строк длины m, y, а также с 1,2,1. Такие что, во-первых, расстояние между любыми двенями c довольно большое, больше чем 1,2 плюс и абсолютно. А расстояние между y и и, а расстояние от y до каждого из этих c наоборот маленькое, не больше чем 1,2 плюс дельта. Дельта n для всех. И если y порядка 2 в квадрате, то количество таких c должно быть не слишком большим. У нас есть искажённое кодовое слово y и декодированный списком, который нам даёт список языка кодовых слов. Так, расстояние между кодовыми словами довольно большое. Почему там одна-вторая? Вроде там кто-нибудь? Миленький, наверное. Надо написать. Я с вами со знаками, с вами со знаками. Вы уже сомневался, что кодовыми словами? Нет, подожди. У нас уже написано. Кодовое расстояние по этой ленинце минус 5,5. Так это не те кодовые слова. Это кодовые слова конкатенации. Конкатенации, да. Там расстояние похоже. Так, значит понятно в чём стоит лерма и почему нам узнаем имена. Теперь давайте рассмотрим какие разности y минус 3. То есть вот эта лерма, она, может чисто комбинатор? Да, чисто. Не важно, что мы там использовали и до саломана, и до пара. Да, да, да. Просто вот некое утверждение пробует. Давайте обозначим и так и такую разность. И так и тоже такая строчка. Тогда можно переформулировать условия лермы в терминах. Эфит. Первая строчка говорит, что расстояние между Эфитом и Эфитом не меньше, чем одна вторая минус Эфилу пополам Эф. А второе утверждение говорит, что Эфиты довольно бы скикнули. Давайте я это обозначу так вот. Вес, количество единиц по Эфитом не больше, чем одна вторая минус Эфитом. Вес. 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 Сейчас, что-то это уже... Ничего не комбинаторное, потому что как-то мы мечтаем из одного крючевского вектора другого. а что мы понимаем как это расстояние а складываться на звуковой отлично почему первое потому что мы все реакторы c сдвинули на один и тот же и расстояние не изменится ну и теперь расстояние и соответствует количество единиц и еще не обозначение не надо тогда обозначить средний вес сумма весов все летает давайте это назовем дубль б в данный момент нам нужно указать на сервере если у нас есть не может быть долгих дорог у которых малые единиц и поэтому большие что я вспоминаю что нас учили в воссталяющих когда румянцы что второй слой как раз лишний вообще не может быть много здоров которые по плану до какой степени а вот не в такой степени как нам в принципе в принципе может быть что там порядка и объектов у которых по партнерам вылечит а а понятно а нам пришлось к вашему локации доказательства состоит в том что мы рассмотрим все-таки мы рассмотрим и то что получится будем то есть сейчас можно смотреть на векторов вещественного пространства который все карты у нас требовали и мы рассматриваем такую страну что это будет сумма во всем и плюс сумма во всем и ж и отбитая столярка что такое фкит в квадрате это должно быть что-то красиво я думаю что это просто без вектора что такое скалярное произведение это количество позиций где и у F итого и у F житого стоят единицы так давайте сначала напишу потом посмотрим правильно если неправильно, то равенство заменено не равенство берем количество единиц в итого добавляем количество единиц в житого и вычитаем расстояние расстояние между этими клетками чашек надо ввесить так давай нарисуем такую историческую картину тут у нас вектор я ввито вот у нас вектор я ввешего здесь единица первого вектора вот здесь единиц во втором меня интересуют, какие единицы стоят и в том, в другом я делаю количество единиц в первом плюс количество единиц во втором почитаю разницу о том что осталось я почитал два раза вот я подозреваю что это будет не в точности а можно здесь наказать нерависть потому что точность нерависти а можно точность нерависти а можно и отрестоваться да да это нормально так вроде здесь хорошо продолжать впечатление сумма висок не открытых это в наших терминах m умноженно соединиться плюс что же там прибавляется где с каждого вектора считается сколько раз каждый век скрывается наверное минус один 1 1 1 1 1 Сумма на W4, если цена 1-2, потому что один раз в FIT, каждый FIT встречается и с таком, и с таком. Да, правильно, правильно. Это я посчитал, будто сумма это W и сумма это W, а теперь надо вычесть D. Давайте вычтем самое маленькое, что можно вычесть, то есть минус FIT с коэффициентом 1-2 на поле расстояния. Самое маленькое расстояние между тех, которые бывают, это вторая минус FIT. Но поскольку мы вышли с самого маленького, что бывает, то все будет здорово. Так, хорошо. Наверное, на это надо остановиться, чтобы мы ничего больше сделать не можем. Надо внимательно посмотреть на то, что было в самом начале. Вот это что такое. Здесь стоит сумма от единицы до R, число и этой координации среди всех. Я поделил FIT, я поделил FIT. Я за всем в квадрате. Я не понимаю, квадрат 2-1. Это сумма и вся сумма. А, во всем, да-да-да, я не знаю. Хорошо, это сумма. Сейчас, объясните, почему это? Нет, прошу, нет, 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 вы меня сшлили. Вы меня сшлили. И мне не узнали, где написал сам начало. Здесь написан скалярный квадрат. Скалярный квадрат вектора – это сумма клада от его координации. Вот здесь написано ИТ координата. А, ну, объясните, что число единиц в ИТ и причем? В координате вектора СУ. В этой координате 3И вектора 3И. А, так, ага. И именно координата у вас будет складывать. Все. Как сделать вот эту сумму поменьше? Вообще, общее количество единиц. Общее количество единиц у меня обозначается общее число единиц в координатах всех яхтикер. Это сумма весов всех яхтикер. И теперь у меня обозначается M на средний вес. Самая маленькая сумма квадрата бывает, если этот вес между координатами распределен равнами. в координатами. Значит, получается сумма ОИ от единиц на R. Средний вес M и W разделить на координату. И это возбуждение квадрата. Итого получается M на квадрат, M на квадрат разъединяем. Все, интеллектуальное усилие нам больше не понадобится. Нам понадобится аккуратно сравнить левый конец с правым концом. Я думаю, можно сразу сыграть всегда M на квадрат. Самый правый конец. Чтобы стало немного лета еще. M. Данный номер мы отнял сверху на квадрат. Да. Мы хотим показаться, что M не слишком большой. А при этом третье у нас пока нет. Наверное, W с чертой еще не будет. Да. А разве вообще M не сокращается все это? M не сокращается. Не совсем. А это за счет той жалкой минус 1, которая M на M минус 1 попала? Давайте посмотрим. От него остаются такие жалкие остатки, которые мы сейчас обработаем. В работе. W плюс M минус 1 W. Получается M раз W. Что-то я не помню. M в квадрат, а W? А я на M справился. А. 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 Наделем я сейчас тоже сокращаю. Остается минус. Я не знаю, что это по-полам. На 1, 2 минус 5, что это по-полам. На 1. Н. Так. Ну что, давайте. Давайте еще и на N действительно поделим. Чтоб стало красиво. Я делю на N. Здесь остается M W делен на N. А здесь M W на N квадрат. Ну вот и все. Почти все. M не превосходит. Без N единственный член 1, 2 минус 5, все на по-полам. Ну еще на 1. Ну там. Еще. Да, да, да. Ну в общем числитель стоит некоторая константа. Одна четверка по-получному стоит. Поэтому прочитайте, можно больше не будет. Знаменатели. Знаменатели. Что же там будет? Одна вторая, как ответственности. Одна вторая, как ответственности. Одна вторая, как ответственности. Минус W на N. И плюс W на квадрат. Так, теперь надо сообразить, какие бывают W с чертой. Точного W с чертой мы не знаем. Но нам угадали на какая-то оценка. Том уверен, что здесь знаменатель положительный? Если W достаточно маленькая, он будет положить. А, W? А, W это средний вес всех этих. Том уверен. Значит, дубль выращается для N, это средний вес, а на целом уровне. Вращение на одну планету. Вообще видно, что когда этот дубль выращается, у меня знаменатель будет расти. Дубль увеличивается, поскольку здесь стоит минус, знаменатель будет уменьшаться. А все о том, почему будет уменьшаться. А последний валяй, когда средний будет расти. А, нет, нет. У меня дубль, у меня дубль, у меня дубль будет уже маленькая. Он будет, скорее, к нулю. Да подождите, а почему может быть прискок к нулю? Хорошо, давайте объясним. Давайте оцениваем дубль вверх. А нам не хватит оцениваем, что W это не более просто 1 2 1. Хватит. А как же хватит? Значит, давайте я напишу так. Дубль вы разделить на N, это не превосходит 1 2 1. Вот это нам нужно. Ну, больше чем мы сомневаемся. В общем, дубль вы разделить на N, это некое число меньше единиц. Это недостаточно, чтобы он меньше единиц. Нет, этого достаточно, чтобы оно уменьшилось на вторых. Потому что когда мы считаем X минус X квадрате, функция X минус X квадрате. Да. Да. А у меня есть X один из X минус X. Одной ряда единиц эта функция у нас монотонна. Она может быть порядка 1 4 все-таки, надо признать. Правильно? Да. Ну, если вычитается 1 4. Да. Ну, хорошо. Давайте, давайте, поскольку вот эта вещь будет расти, давайте подставим вместо W на N самую большую, ну, самую большую значение, которое такое уже бывает. То есть она... Постойте, она... X у нас меньше 1 2, на интервале до 1 2, она в правильную сторону. Ну, от 0 до 1 2. Она у нас... Чего? Ну, сейчас нам нужно это снизить вверх, снизить. Но... Если у нас... Да, и снизить. Да, и снизить. Такая вещь. Производная... Да нет, ну, здесь есть графика. Чего там лучше сказать? Колик. 0. 1, это... Вот только. Вот, с точки 1 2, у нее будет экстремум. Значит, нам на знаменатель нужно сейчас оценивать снизу, да? Снизу? Да. Так. Вот. Значит, функция из минус квадрат сверху. Да. Значит, максимум 2 2. А, то есть 1 2 минус 2. Значит, это не превосходит. То есть... Давайте я про экстремума забыл, чтобы вам... В смысле не не исчислить. А в упоминаниях интересно получается. 1 чатерс минус экстремум по балансу. А вот теперь надо взять... 1 2... Вычесть 1 2 минус дельта. И прибавить 1 2 минус дельта в квадрате. А, вот 1 2 минус дельта. Нужно 1 2 плюс дельта, что ли? То есть 1 4 минус дельта в квадрате. Да. Это значит... 1 2 минус дельта на 1 2 плюс дельта. То есть 1 4 минус дельта в квадрате. То есть вычитаете 1 4 и прибавляется дельта в квадрате. Да. Наносно, чтобы дельта было довольно большим по сравнению с экстремумом. Да. Или это даже не важно? Нет, важно. Иначе ничего не получится. Если дельта в квадрат примерно епсилон пополам, то будет плохо. Да. 124 квадрат 2 минус дельта в квадрате. Нет, условия говорят, что епсилон, если у большой отдельный квадрат, епсилон может быть существенно больше, чем дельта в квадрате. То есть плохо. Значит, если епсилон становится меньше, то нам становится только лучше. Да нет, просто в условиях неправильно так. Да. Эпсилон достаточно маленький. Дельта. Чтобы все было хорошо. Ну да, да. Эпсилон должен быть... Эпсилон здесь. Из условий ты пишешь, что епсилон может быть 100 дельта в квадрат? Да. Да. То есть это неправильно так. То есть давайте пожалуйста. Если епсилон меньше, чем c дельта в квадрате. c дельта в квадрате, то c. Ну, c... Существует положительная c. Да. 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 Все. Значит, наше основное тяло мы доказали свой курс. А это вот сюда мы придумываем. Да. У нас времени осталось мало. Ну вот за 10 минут можно так забрать забавное применение. На родных хозяйствах перекодем лестницу. Да. 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 Алиса хочет передать скрку – другой едиц в длины к. И между Алисой и Google есть два канала. Один бесплатный, но с очень большим шумом. И та наоборот в процессе передачи портится 49% битв. а другой канал надёжный, но план. Утверждается, что Алиса может передать сообщение Богу, послав по надёжному каналу, пока это рификтаги. А ка это количество бицепс? Да, количество бицепс, которые мы хотим пересадить. А по шумному? По шумному, по шумному, по шумному, по шумному, по шумному. И Бог сможет восстановить, как с вероятностью ошибки, и отчет. А, сейчас. Утверждение тоже Алисы Богу? Да. Да, да. А, это же значит. Да, да. То есть, у Алисы и Бога есть с самого начала некая допустимая вероятность ошибки и применяется вероятность на котирование. То есть, по шумному каналу она обошлёт основную информацию, а по глагому каналу в космическое число некогда дополнительных значений. После чего Бог собираетесь к единственным сэпсилуму установить то, что и будет. Сейчас константы полетонной зависит от эпсилума от шума, а константы полетонной только от эпсилума. Вот здесь, да, будет анализ его, а здесь, здесь ничего не не нужно. Сейчас, а список у нас был такого размера? Единицы на дельте квадрат? Да. Если у нас есть какой-то, если у нас есть дельта, это шум, давайте написать что-то дельта шум. То есть, канал портит дельта шум. Одна вторая минус дельта шум. То есть, канал может испортить долю одна вторая минус дельта в сообщении. Дельта шума не имеет никакого отношения. А эпсилума это вероятность ошибки у нас сейчас. Да, прошу прощения. Вот здесь не эпсилума. А дельта? Здесь дельта это параметр канала. Дельта шума это отношения не имеет. А где же будет эпсилум? Это вот дельта. Вот наверняка, наверняка, будет сюда. А дельта это параметр канала. Мы берём. Всё-таки размер списка, напомните, как дельта зависит. Дельта на дельт квадрат, да? Да, размер списка был порядка. Наверное, значение должно зависеть, наверное, от размера списка. То есть дельта должно и туда, и вниз пойти всё-таки. Ну, наверно, дельта. Хорошо. Давай, дорогие. Там река, что он и дельта. Вот понятно, что по этому каналу мы будем посылать наш контакт, установить декодирование списка, применённый список, которым это не переслали к Богу. Тогда А1 Алиса посылает, посылает эту обрук. Обрук находит список из, ну, большой, не нужно до этого квадрата, вот этот список. Теперь А1 Алиса должна выслать Богу некоторые хэдж-значения. Что это да. Очень? en